Доброе утро, друзья! Хайрлы Тан! Новый день с вами встречает канал Белем Жени Мадинет и ведущие Чингис Капин и Зара Есинаман. Мы приложили немало усилий, чтобы это утро стало для вас добрым. Смотрите сегодня в программе. В ближайшие полчаса проведем несколько незабываемых минут в Риме вместе с героями фильма «Римские каникулы» в рубрике «Сокровища искусств». Побываем на вернисаже и в мире книг. Дайджест зарубежных новостей, как всегда, удивит и порадует. Оставайтесь с нами! Так, немного сюда. Великолепно! Еще чуть-чуть. И портрет, портрет поближе. Это Руслан, да, в тебе проснулся? Да-да-да, глаза. Полюбишный. Глаза. Отлично. Ой. Чингис, мы в эфире. Продолжаем программу. Дело в том, что, дорогие зрители, сегодня Всемирный день фотографии, а поскольку сейчас фотографом может считать себя любой обладатель смартфона, то этот праздник всех жителей Земли. У этого праздника любопытная история. Он относительно молод. Погоди, фотографию уже изобрели в прошлом веке? Не в прошлом, а в позапрошлом, то есть в 19-м. Так вот, Всемирный день фотографии был учрежден в 2009 году австралийским фотографом по имени Корске Ара. Дата праздника была выбрана не случайно. 9 августа 1839 года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил французской академии наук процесс получения дагеротипа, изображения на светочувствительной металлической пластинке. А 19 августа правительство Франции провозгласило его изобретение подарком миру. Надо же, целых 10 дней понадобилось для того, чтобы понять, что фотография действительно настоящий подарок миру. Да, и с этим не поспоришь. Так же, как и не поспоришь с тем, что сейчас пришло время нашей рубрики «Сокровище искусств». Передаем слово Галиену Рахуновой. Доброе утро, Галия. Доброе утро. Этот фильм был внесен в американский реестр фильмов, имеющих особое культурное, историческое и эстетическое значение. В этом году ему исполнилось 62 года. Но искренняя история любви, рассказанная режиссером Вильямом Уайлером, до сих пор заставляет зрителей плакать и смеяться. «Римские каникулы» сегодня в рубрике «Сокровище искусств». «Римские каникулы» – американская романтическая комедия с элементами мелодрамы. Она вышла на экраны в 1953 году. Фильм был создан по литературному сценарию Далтона Трамбо и был удостоен премии «Оскара» за лучший литературный первоисточник. Так как Далтон Трамбо за симпатии к коммунизму и неуважение к Конгрессу отсидел год в тюрьме, а затем был включен в черный список Голливуда, он работал инкогнито. Его имя нигде не называлось и отсутствовало в титрах. Вместо него автором сценария был заявлен Ян Хантер, которому и вручили премию. И лишь в 1993 году награда была официально вручена «Вдове Трамбо». Сам Трамбо умер в 1976 году. И лишь в декабре 2011 года, через 58 лет после выхода фильма, гильдия сценаристов США решилась на этот справедливый шаг. В официальное описание фильма и в титры было внесено имя Далтона Трамбо как автора сценария. В 1954 году на 26-й церемонии премии «Оскар» римские каникулы получили приз не только за лучший сценарий, но и за лучший дизайн костюмов. А молодая актриса Одри Хэбберн получила своего первого «Оскара» за лучшую женскую роль. Конечно, исполнители главных ролей Одри Хэбберн и Грегори Пэк восхищают тем, как гармонично соединен у них образ персонажа с частицей себя, благодаря чему хрупкая принцесса Анна и благородный Джо Брэдли навсегда вошли в сердца зрителей разных поколений. Героям удалась самая сложная вещь на свете – вера в чудо. Им удалось сделать так, что иногда в бесшабашном условии каникулы вдруг ненадолго почудится нотка грусти, заставляющая острее чувствовать свои поступки. В принцессе Анне, такой хрупкой и воздушной, ощущается сила характера, целеустремленность, отчаянность взрослого человека, а Джо Брэдли предстает открытым и одухотворенным в способности ценить красоту и быть верным своим принципам. И зритель заливисто вторит смеху Анны, лукаво хмурит брови, подражая Джо, легкими шагами гуляет по волшебным улочкам вечного города и грустит над чем-то самым ценным, отпущенным, но не утраченным. Грегори и Одри на съемках по-настоящему подружились, перенеся неподдельную взаимную симпатию на экран. Много позже члены съемочной группы вспоминали, что Пэк постоянно шутил и разыгрывал команду, на что Одри заливисто смеялась, поражая окружающих своим задором. Чтобы зрители поверили в чувства героев, актеры должны быть немного влюблены друг в друга. Потом как-то призналась Хобберн. Позже и Пэк с большой теплотой вспоминал о том жарком римском лете и о самой Одри. Между прочим, именно Грегори Пэк предсказал, что Одри получит Оскара за роль принцессы Анны и оказался прав. Это может показаться субъективным, но мне кажется, что фильмы с участием Одри Хобберн объединяют нас с нашими родителями. Римские каникулы передавались от бабушек и дедушек к нашим мамам и папам, от них к нам и нашим детям, от сердца к сердцу бережно и на всю жизнь. Поэтому римские каникулы вечны, как сам город, где произошла эта удивительная история. С вами была рубрика «Сокровище искусств». Хорошего дня! Спасибо, Галия! Обожаю этот фильм! Я тоже. Мой самый любимый момент с устами истины. Помнишь, когда герой Грегори Пэка засунул руку в уста истины? Да, да, да. Актер тогда решил подшутить на своей партнерше и, истошно закричав, высунул руку, кисть которой спрятал в рукаве пиджака. Видимо, Одри Хобберн была особо впечатлительной. Она настолько испугалась, что чуть было не лишилась чувств прямо на съемочной площадке. Режиссер бурно аплодировал Грегори Пэку, а Хобберн еще долго приходила в себя после пережитого. По-моему, с устами истины связана какая-то легенда. Да, это такой детектор лжи, созданный до нашей эры. Человек засовывает руку в пасть. Если он не лгун, то рука останется целой. А если любит приврать, то уста истины руку-то откусят. Кстати, после фильма «Римские каникулы» эта скульптура стала невероятно популярна среди туристов. Да, теперь кустам выстраивается огромная очередь желающих пофотографироваться, поэтому охранники строго бдят. Один турист – одно фото. Но вернемся в Казахстан. У нас тоже есть памятные места. Например, в Таразе. Два года назад, в этот день, 19 августа, гостиницу «Жамбыл» в этом городе украсила мемориальная доска, посвященная выдающейся певице Анне Герман. В этой гостинице великая певица останавливалась во время гастролей. И не только во время гастролей. Из воспоминаний Анны Герман. В годы войны я с мамой жила в Джамбуле. Здесь же училась в школе. Вот только не помню, какая школа. Но помню, что рядом со школой была речка с зелеными берегами. Красивая такая. Голос Анны Герман – лирико-колоратурная сопрано необычного, прозрачного, высокого тембра. Уникальная манера исполнения производит впечатление неограниченности верхнего голосового регистра. Певица отличалась музыкальностью, артистизмом, большой теплотой и душевностью созданного песенного образа. Низкие звуки инструмента Шан Кубес обладают магическими свойствами и способствуют релаксации. На Западе существует множество медитативных техник, предваряемых игрой именно на этом инструменте. Недаром в древности Шан Кубес использовался шаманами для погружения в транс и лечения людей наряду с такими инструментами, как кулкубес и жетеген. Он напрямую идёт в мозг, и когда играешь, ты получаешь вот эти колебания, быстро ощущаешь. И чем больше ты играешь, или какие-то приёмы игры применяешь, тогда это было колебание, оно действительно делает очень большое влияние на мозг исполнителя. И поэтому, мне кажется, каждый, кто играет, он немножко шаман становится. Почему? Потому что он сам себя вводит в транс. Техника игры у каждого народа не особенно отлична от другой. Те же колебания небольшого металлического стержня, но звучание Шан Кубеса может быть разным. Вот, например, норвежский мунхарп. Его тембр мгновенно погружает слушателя в своеобразное звучание вакуума. Или инструмент, изготовленный киргизским мастером уразбоем Кинченбаевым. Типичное звучание Шан Кубеса в народных казахских ансамблях и оркестрах. Самым древним исследователи называют деревянный Шан Кубес. Техника игры на нем считается устаревшей, но все еще находит нередкое применение в музыкальной практике. То, что этот инструмент общий для многих народов, поэтому каждый, в принципе, человек понимает язык этого инструмента потихоньку. Потому что каждый его где-то слышал в детстве. Я очень люблю этот инструмент, потому что он как бы и в фольклорном исполнении очень хорош, и в то же время он прекрасно передает атмосферу как бы самого рокового звучания. Поэтому это такой, надо сказать, самый мой маленький и любимый инструмент. Едель Хусаинов – яркий и самобытный исполнитель-мультиинструменталист. В основе его творчества в равной степени смешаны краски народной музыки, классического рока, джаза и арт-рока. Едель родился в музыкальной семье. Его отец Силхан Хусаинов был известным казахстанским композитором, дирижером. Мать – Раушан Нурпиисова, основатель западно-казахстанской кабызовой школы. В их доме, где народные традиции были воздухом, вдохновляющим на творчество и создание своей музыки, нередко бывали известные деятели музыкальной культуры Казахстана. Еще в детстве Едель Хусаинов познакомился с выдающимся исследователем Булатом Сарыбаевым. Эта встреча оставила неизгладимый отпечаток в памяти музыканта, и, возможно, стала отправной точкой его путешествия в мир древних казахских инструментов. И так получилось, что мы, когда дружили семьями, как говорится, я был тогда более молодым человеком, и он сказал, ну, может быть, ты посмотришь вот такую вещь, вот такой сасарнай, да, вот такой инструмент, говорит, вот такой инструмент, посмотри. Ну, конечно, я вначале отнесся не совсем, может быть, трепетно. Все-таки мы изучали гармонию, полифонию, симфонический оркестр, сочиняли такие большие вещи, и вдруг какая-то дудочка. Я помню, он мне сказал, Едель, ты должен больше сил отдать для изучения этого инструмента и других инструментов, и благодаря им ты увидишь весь мир. Слова ученого оказались пророческими. Основателю Музея народных инструментов, человеку всю свою жизнь, посвятившему изучению музыкальных традиций казахов, возможно, хотелось увидеть продолжение своей работы в лице молодого композитора и исполнителя. Постепенно Едель освоил 10 старинных музыкальных инструментов, исполнительство на которых в то время было большой редкостью. Сейчас он с одинаковой легкостью играет на САБСГ, Щитэгене, Сассырнае, Шанкобызе и многих других древних казахских инструментах. Долгое время он работал в оркестре Утрар Сазе, и писал для него авторские произведения. Увлеченность своим делом всегда вдохновляла его идти вперед и создавать что-то новое. Друзья, Тайр Летан на календаре 19 августа, и мы бы хотели вам напомнить, что ровно три года назад в запасниках американского музея была найдена неизвестная картина Пабло Пикассо. Туда она попала из-за ошибки, допущенной при определении автора. Картину «Сидящая женщина в красной шляпе» художник написал приблизительно в 1954-1956 годах. Пикассо выполнил ее в технике «Гемел» на просвечивающем стекле, который он тогда увлекался. От обычного витража цветного стекла эта техника отличается тем, что художник расписывает кусочки стекла жидкой эмалью, а потом эти кусочки спекаются. В этой манере Пикассо создал около 50 произведений, которые потом разошлись по частным коллекциям. «Сидящая женщина в красной шляпе» досталась дизайнеру Раймонду Лоуи, который в 1963 году подарил ее музею изобразительных искусств, истории и науки Эвансвилла в штате Индиана. Там ее ошибочно посчитали работой подражателя Пикассо, хотя на картине имелась подпись самого мастера. Более того, сотрудники музея допустили непростительную ошибку, посчитав «Геммо» название техники по-французски именем художника. В результате картина оказалась в запасниках. Обнаружить шедевр Пикассо удалось после того, как к музею обратился аукционный дом, который собирает работы мастера в этой технике. Когда подлинность картины была подтверждена, дирекция музея решила ее продать, объяснив решение тем, что у нее нет возможности обеспечить надлежащую охрану. А в нашей программе настало время рубрики «Дайджест зарубежных новостей». Национальное аэрокосмическое агентство США провело прямую трансляцию выхода в открытый космос россиян Геннадия Падалки и Михаила Корниенко. Они покинули стыковочный модуль «Пирс», чтобы на протяжении почти шести с половиной часов проводить плановые работы за бортом Международной космической станции. Одной из первых задач, с которой успешно справились космонавты, была очистка иллюминаторов служебного модуля «Звезда». За годы нахождения на орбите стекла покрылись налетом от выбросов причаливающих кораблей. Для этой цели был даже разработан специальный набор инструментов. Также за время выхода в открытый космос Падалка и Корниенко должны были установить на поверхности станции дополнительные поручни, которые будут использоваться в ходе следующих работ в безвоздушном пространстве. Помимо этого в списке задач была установка креплений антенн межбортовой радиолинии, снятие данных с оборудования в рамках эксперимента «Обстановка» и проведение фотосъемки внешней поверхности МКС. Для Геннадия Падалки, который провел на орбите времени больше, чем любой другой человек в истории космонавтики, это уже десятый выход в безвоздушное пространство. В открытом космосе «Россиянин» находился в общей сложности более 33 часов. Для Михаила Корниенко это только второй выход, но предыдущий также был продолжительным – почти 7 часов. 50 юных спортсменов со всего мира съехались в Австрию, чтобы принять участие в молодежном первенстве по даунхиллу. Эти соревнования считаются неофициальным чемпионатом мира для велосипедистов от 10 до 18 лет. Специально для спортсменов этой возрастной категории была построена трасса протяженностью в полтора километра. По проходимости она несколько проще, чем треки для взрослых, но все равно требует от участников максимальной концентрации. Соревнования проходили в нескольких группах, в зависимости от возраста. В категории до 13 лет вне конкуренции оказался голландец Айк Классен. Он спервые в жизни поднялся на верхнюю ступень пьедестала, показав результат 3 минуты 44 секунды. В группе до 15 лет всех соперников опередил швейцарец Яныш Клаус. Он продемонстрировал время 3 минуты и 23 секунды. Ну а настоящим героем дня стал австриец Морец Рибарих, который победил, показав рекорд на своей домашней трассе. Его результат стал лучшим за все время проведения первенства – 3 минуты и 10 секунд. Друзья, с вами программа «Кайрл Танг». На канале «Былим Женя Мадинет». Время представить вам нашего гостя. В студии нашей программы «Дожжан Таблдэ» – ведущий солист Государственного театра «Астана-Опера», лауреат международных конкурсов и фестивалей, лауреат государственной премии. Доброе утро! Доброе утро! Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Я знаю, что у вас очень плотный концертный рабочий график. Остается ли время для отдыха? Хотя бы летом? Ну, на самом деле, когда занимаешься своей любимой профессией, ты и отдыхаешь, ты развиваешься, ты находишь что-то новое. В этом есть твоя жизнь, ты этим живешь. Потому что, я думаю, цель является для человека не просто прожить жизнь, достичь чего-либо, а сам путь достижения цели. И он придает столько позитивных эмоций, столько энергии. То, что, да, хочется дальше творить. И ты даже не думаешь о отдыхе порой. Дожжан, мне бы хотелось узнать, как вы пришли в хореографическое искусство? С чего начался ваш путь? Путь начался так, очень судьбоносно. На самом деле, когда я был еще мальцом, лет 8-9, к нам прошла комиссия в общеобразовательную школу. Я еще тогда понятия не имел, что такое танец, искусство, балет. Что значит высокое искусство, понимаете? И как бы родители нас росли в такой сфере, где мы знали все понемногу. И были в сфере культуры и близки к ним. То есть у нас постоянные гости были. Это режиссеры, это и хореографы, музыканты. С больших букв актеры драматического театра. Наши были соседи. Дяди, тети также. Это люди, которые писали книги. Мой дед, он поэт, детский писатель. Создатель этно-лингвистики, казахского языка. И когда росешь в этой атмосфере, естественно, ты уже с детства учишься впитывать все как губку. Как губка. И на этом фоне, когда пришла комиссия, я сказала, кто сможет выше всех прыгнуть. У меня были еще такие задатки, атаманы, лидерские, понимаете. И там, когда тебе нравится, еще в классе несколько девушек сразу. Нельзя было оплошать. Нужно было прыгнуть выше. Я не знал, к чему это. Но нужно было на тот момент так сделать. Кто сядет на шпагат, конечно. Я занимался единоборствами восточными. На тот момент меня брат старший так нагонял. И на этом фоне так получилось. Кто лучше учится. У кого хорошая литература, математика, общеобразовательные предметы. Естественно, они выбрали меня. Получилось так, что я в дальнейшем с легкостью прошел вот эти все три этапа поступления в хореографическое училище. И мы приступили к этому очень красивому, но сложному искусству. Артисты балета, они такие фанаты своего дела. Они такие трудоголики. Они так работают с утра до вечера. То, что, да, бывает момент, когда принимаются во время выступления. Вот у меня непосредственно несколько раз было обезболивающие какие-то таблетки. Суставы, мышцы. Когда вот артист забегает за сцену, там, после шикарного виртуозного па, ему замораживают специальными средствами, там, мышцу, чтобы она не болела, понимаете. Бывает, там, плечо вывихнется, его составляют. Артист снова выходит на сцену. То есть это такой бой внутри себя. В училище приходят в довольно раннем возрасте. Когда произошел тот момент, и был ли он, когда ты серьезно задумывался о том, что, да, я говорю балетному искусству, да, и буду артистом балета до конца. Знаешь, у меня, наверное, чтобы так посидеть и подумать, даже времени не было. Ты помнишь вот эти изнурительные репетиции, которые у меня были с младших классов. Мы оставались там с 10 лет до 9 часов. Были моменты, когда, да, идет оценка, переоценка, такой анализ общий. Я помню такой жесткий момент, я к себе очень жестко отнесся. Это был 2004 год, конец года. Я тогда приехал с конкурса с золотым медалистом. Но впереди у меня было самых три больших конкурса на то время. То есть это конкурс в Большом театре, Московский международный конкурс артистов балета. Председатель жюри Григорович Метер. Легенда. Это был конкурс в Хейсинге и конкурс танца, всемирный конкурс танца в Сеуле. И я себе, когда мы готовились к этим крупным конкурсам своим педагогом Мархум Мерсидовым Улан Тулайчевым. Это гениальный педагог, великий педагог, которое имя вписано золотыми буквами. Балетное искусство, театральное искусство нашей страны. И здесь был такой у меня момент, я с вами откровенно поделюсь, то, что, да, я себе поставил момент, то, что либо я из этих трех конкурсов что-то выигрываю, ну, высшую премию, либо я все, бросаю по лету, ухожу, потому что выносить этого больше уже не могу, у меня был такой переломный. Ну, я себе поставил эту цель, когда приехали на московский конкурс, мне все сказали, говорят, ты зачем туда едешь? И когда ты так, ну, тихенько, так в стороночке берешь, там, свой 135 номер, 132 у меня был номер, и так уходишь. Ко мне в общем подошли и сказали, езжай домой, вон, аэропорт, билеты поменяли уже. Зачем тебе позориться здесь? Я начал просто уговаривать, уговариваясь его окружению, непосредственно своего педагога. Говорит, ну, каждый артист хочет выступить на сцене, легендарной, большого, исторической сцене, большого театра. Конечно. Можно, вот мы столько готовились, можно я просто выйду и выступлю там. Говорит, ну, ладно, один день там плюс-минус, а потом, говорю, поедем вот домой. Ну, просто я выйду. Ладно, согласились. Я выхожу на первый номер. Я помню, то, что мне перед этим сказали, что мне ничто не светит. Мне это дало внутреннее спокойствие, духовное внутреннее спокойствие. И мне в действительности было так радостно. У меня было счастье внутри, у меня была любовь, тепло. И позади мощная тренировка. И я чувствовал очень... Большую уверенность. Большую уверенность и силы. У меня километр был мощи. И перед выходом на сцену мне мой педагог также говорит, Улан Тулаевич Мерсидов, он говорит, ну, просто выйди, подскажи, над чем мы работали. Все. Я говорю, ладно. Так все спокойно. Там все волнуются. Все ходят. Угу, тут что-то получается, не получается. В общем, я вышел. Станцевал вариацию с балетом Байдерко. Это вариация Солора. После окончания я еще выбегал пять раз на поклон. Вот. И после такого... Я уже понимаю, как это было. В большом театре, тем более, там все приходили, я помню, ну, все звезды поздравляли. И мы решили остаться в Москве и продолжить участие в конкурсе. Я на этих трех конкурсах стал победителем везде. И решил, что да, это мое призвание. Давайте ненадолго прервем нашу беседу и побываем в мире книг вместе с Ритой Жугунусовой. Пластика человеческого тела, как естественное средство выражения мыслей и чувств, на ранних этапах его развития являлась средством общения. Это строки из книги, которую мы сегодня представим. Действительно, танец, вплетаясь в повседневную жизнь, издревле сопровождает людей во всех сакральных действиях, во всех сферах жизни, будь это военные походы или рождение человека, охота или свадьба. Огромный, интереснейший путь от ритуальных плясок наших далеких предков до современных форм казахской хореографии попыталась проследить и описать Алия Шенкебаева, автор книги «Казахская хореография. Развитие форм и художественных средств». И что примечательно, в книге использованы эскизы казахским танцам народного художника Аубакира Исмаилова. Книга является результатом более десятилетнего научного труда. Людям, интересующимся казахским танцем, будет интересно узнать истоки. Как отмечают специалисты, вплоть до середины XIX века не существовало ни одного документа, описавшего национальную танцевальную пластику. А потому бытовало мнение, будто у казахов не было танцевальной культуры. Сегодня, благодаря трудам знатоков национальной хореографии узбеколей Джанибекова, Лидии Сарыновой, Даурена Абирова, мы знаем, что танцевальное искусство казахского народа имеет древние формы, о чем свидетельствуют и многие исторические, этнографические, археологические источники. Авторы этой книги волнуют формы и художественные средства казахской хореографии. Было интересно наблюдать, как открываются многие секреты, секреты, связанные с формой проявления казахского танца. Например, можно будет сказать о вращательных движениях, вращательных движениях, которые пронизывают казахский танец буквально на всех уровнях. В этой книге прослежены возникновения и развития отличительных особенностей движения казахского танца, их национальная самобытность. Опираясь на особое мировидение древнего народа, автор выдвинул свои выводы. Написал в своем отзыве о книге народный артист Республики Казахстан профессор Заурбек Райбаев. Спасибо, Рита. Вот такие новости из мира книг. А мы продолжаем беседовать со звездой балетного искусства Досжаном Табалде. Досжан, сейчас, на данный момент, ты являешься ведущим столистом Астана-Опера. Расскажи об этом театре. Я очень благодарен, что у нас на родине, в центре нашего, Казахстана, появился такой, воздвигнули театр Астана-Опера. Очень красивое здание, в действительности. На сегодняшний день, я думаю, одно из красивых зданий, театров. И по оснащению техническому взять, то есть мы в передовых позициях, это очень радует. Это постоянно, ежегодно усовершенствуется еще. То есть мы ни на шаг не отстаем, если на два шага не опережаем. То есть остальные театры, когда приезжают к нам гости мировой величины, да, они всегда поражаются красотой. Я очень рад, что администрация, театр, менеджмент так сконструировали, что он работает на все 100%. На наши мероприятия, спектакли, концерты. Нет билетов уже за два месяца. То есть люди все выкупают это все заранее. И это очень радует, потому что выходя на сцену, артист, он ведет всегда переполненный зал. Просто переполненный. И, естественно, хочется на этом фоне соответствовать, хочется дарить. Должан, огромное спасибо за это утро, за то, что вы посетили нашу программу. Мы очень рады видеть вас не только на сцене, но и в нашей студии. Желаем вам новых творческих успехов, достижений, чтобы вы продолжали радовать своих поклонников новыми блестящими партиями. Да, новыми образами, новыми спектаклями. Вам тоже желаю всего самого доброго, теплого, чтобы в жизни вы были счастливы и моментом счастья делились с близкими и окружающими. Будем стараться. Спасибо тоже. Спасибо большое. Друзья, мы напоминаем, что сегодня гостем программы «Кайрлэтан» был выдающийся артист балета, солист Государственного театра, опера и балета «Астана», опера «Дожжан Табалда». А мы, Зара Синаман и Чингис Капин, не прощаемся с вами. До встречи завтра на канале «Болем Жанем Одинет». Пусть новый день будет удачным и богатым на сюрпризы. До свидания.